Открытый телеканал представляет Во всех предыдущих войнах мы не имели никакой международной поддержки. В этот раз есть ощущение, что это давление не настолько однозначно. Упомянем Египет, Саудовскую Арабию, европейские страны. Прокомментируйте это. Ну, наверное, было бы наивным считать, что мы снискали любовь у арабских стран. Скорее всего, им не нравится Хамас, и они как-то объединились против него. Я бы выделил в этом моменте две причины. Первая причина – это геополитические реалии. Потому что всем понятно, что альтернативой Израилю сегодня может быть только радикальный ислам в самых грубых, диких своих формах. И поэтому даже такие страны, как Египет и даже Саудовская Аравия, праматерь ислама, понимают, что нельзя делать ставку на новую арабскую революцию, на новую арабскую весну. Это приводит к краху, это приводит к войнам и к смертям. А вторая причина – это, безусловно, та альтернатива, которую мы сейчас показываем миру нашим объединениям. Люди видят и люди чувствуют, что в нашем объединении есть добрая, положительная сила, от которой исходит тепло, исходит любовь, а не смерть и разрушение от радикального ислама. Что первично и что вторично в этом? Безусловно, наше объединение первично, без сомнения. Я думаю, что объединение все-таки вызвано было первопричиной – войной. Мы не были объединены до войны. Вообще наш регион – это всегда арена столкновений различных конфликтов, интересов. И неудивительно, что на этот раз мы тоже пока что еще имеем возможность лавировать между ними и получать некую поддержку от кого-то. На самом деле мы все видим, что тучи сгущаются, и единство действительно должно стать первопричиной. Сегодня мы это хорошо видим. И если оно еще не является главным фактором для нас, то пора уже, чтобы стало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok